Всем привет! Я срочно делаю две обложки. Какая красивая обложка будет мужская. Денежная мандала. Здесь несколько слоев. И вторая обложка такая Индия. Знаете, Индия-Индия. Здесь видите, вот основа вот такая. У меня есть вот такие слоны. Я отрезаю эту часть вот тут, чтобы наш слоник нигде не ушел в сгиб. Смотрите, как уже получается красиво. Видите? Нужно равномерно по всей площади. Как бы я еще хотела потерять страх и знаете, что сделать? Иначе шить нормально вещи, а не так, как я это делаю. Самая простенькая, самая люденькая и самая веселенькая. Так. Сейчас я уже закончу этот весь центр. Посмотрю, где я еще чего пропустила. Где я еще чего пропустила. Ага, вот тут просто нужно... Часть этого всего уйдет, конечно, под оверлок. Но обязательно нужно пройти все равно... Края очень хорошо пройти. Даже если потом это все срежется оверлоком или закроется какой-то письмой, края обязательно более качественно нужно прикладывать, чтобы потом ваша красота нигде не сдвинулась и не испортилась. Понимаете? Поэтому обращаю ваше внимание на... На то, чтобы вы помнили о краешках. О ваших краешках всех. Их потом нужно обязательно пройти. Обязательно. Как я заметила, этот кусок ткани... Как я заметила, этот кусок ткани... Такой... С виду, как будто бы... Ну, на первый взгляд, не очень интересный. Для чего же он, на самом деле, хороший. Вот я сейчас как раз делаю то, о чем я говорила. И там, где я буду проходить, я как раз еще обращу внимание, может быть, где-то сделать какое-то эхо. Чтобы не было слишком больших промежутков... Чтобы не было пропуска, больших промежутков пропуска. И еще что хочу сказать. Вот эти части я потом еще раз пройду. Это же будет внутри тетради, край обложки. И желательно, чтобы его все-таки уплотнить. А уплотнить его можно только таким способом. Стежка очень хорошо уплотняет. Я это говорила, но мне не сложно повторить. А вам будет на пользу услышать еще раз. Может быть, кто-то еще не пробовал этого делать. Или кто-то делал один-два раза. Что-то, может быть, не получилось. Это как я... Как бы это сказать... Знаете, когда... Даже если ты не профессионал и не имеешь специального образования, но ты-то делаешь дольше и больше рад, чем тот, кто еще ни разу вообще не пробовал, то ты все равно знаешь лучше, чем тот, кто только хочет научиться. Поэтому... Поэтому, если меня сейчас смотрят одни профессионалы, и им неинтересно. Ну, это одно, знаете. А если меня смотрят люди, которые еще не пробовали, боятся и думают, ой, это так сложно. Я не смогу. Честно вам скажу, я тоже так думала. Я очень-очень хорошо умею вязать. Руками, на машинке. Машинкой, на машинке, как это правильно сказать. Извините, если я неправильно говорю. Но вязать я очень неплохо умею. Спицами. Проще крючком. Очень даже здорово на машинке. А вот шить... Я, в принципе, всегда шила. Я до седьмого класса... Ой, свой новый маникюр испортила. До седьмого класса я себе купальники сама шила. Тогда, когда не нужно было, знаете, еще... Фактуру на груди выделывать. Особенно. Я делала. Чему не сказано радовалась моя мама. Ей не приходилось покупать мне купальники. Не выслушивать, что у меня нет хорошего нового купальника. Я просто брала у нее обрезочки тканей, которые она мне позволяла. Делала себе купальники модные. Три уголочка. Три уголочка. Четыре уголочка. Два там, где у меня должна была быть грудь. Тогда еще должна была быть. Где она только начинала быть. И... Прикрыть все свои интересные места. Два треугольничка. И два треугольничка поменьше на грудь. Ну и прекрасно у меня получалось. Меня не заставляли ходить в жутких закрытых купальниках. За что спасибо моей маме и бабушке. Ой! Я не могу понять. Где-то там... Таня какие-то твердости попадает. Я не пойму в какую. И у меня... Машинка делает пух. Я делаю ах. И мы все пугаемся. И вы, и я. Моя любимая машиночка. Или уже пора заменить его. Что вполне вероятно. Боже, посмотрите, какая красота. Видно? Стежка. Чудо. Просто чудо. Все. Я сейчас просматриваю, доделываю. И приступаю к стежке следующего кусочка. Я думаю, это будет следующая серия. Поэтому всем привет. Всех целую и обнимаю. Всех рада видеть. Лакуся, вот ты как слышишь, всем привет, да? Или всем пока. Ты приходишь. Лакуся, взять не могу. Поэтому сразу начинается наша эта серия. Со стежки следующего... Следующего кусочка. Как мне к нему приступить? Здесь очень много мелких кусков. Я сначала только прихвачу. А потом уже... А потом уже буду прорабатывать. Здесь более сложный рисунок. Поэтому мне нужно быть предельно осторожной. И рисунок сложный, составной. И, скажем так, тематический, схематический. Поэтому сейчас я очень аккуратно и практически молча. И практически молча, как вы заметили, да? Я же здесь не скалывала в этот раз, видите? Кто помнит? Так, фух. Слоника я прихватила. Сейчас я обойду его еще раз. По контурам. А потом начну расходиться по цветочкам. Теперь все помнят, что у нас же цветочки здесь очень составные. Слоника внутри. Я пройдусь. Я считаю, что это нужно сделать. Так. Я не стала органзол очень сильно смазывать клеем, от той простой причине, что, ну, мало ли, вдруг какое-то пятно, или вдруг что-то не так застынет, я с этим клеем, именно с этим, который у меня в этот раз. Я впервые работаю, и он более дешевый, и знаете, я побоялась, вдруг он мне что-нибудь испортит. Поэтому я сейчас нам нужно войти. Красиво войти, собрать все кусочки в одну целую картинку, с этой стороны еще не прихватила. Но я внутри хорошо промазывала клеем. Я не буду очень много делать строчек. Так, здесь можно выйти, так вот тут, да, обязательно нужно пройти вот тут. Вот здесь. Здесь. Эту часть уже можно удачно двигать так 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 самая сложная уже сделана я вместе с вами каждый раз все быстрее и быстрее я делаю свою стежку это сделано зурное центр готов в принципе сейчас я прохожу эту сторону и тогда обработаю вот эти края которые которые со сплошным куском идут так как же мне вот как идет наверное ромбик вот так я этот ромбик и буду делать и ничего я себе усложнять не буду ромбики очень красиво смотрятся кстати я уже как-то делала но там был небольшой кусочек гникура у меня и я пускала невозможно было пройти по цветочкам и я сделала как будто бы это ромбе но кусочек был очень небольшой там где-то 5 на 5 может чуть больше получилось очень симпатично но я делаю единственное обратите внимание я не пускаю ровную строчку по этому ромбу я все таки ее делаю несколько делаю несколько так свободно волнистую эту строчку в этот раз я не стала ставить ни цирпианку ни такие другие сильно уплотняющие ткани не захотела они не всегда нужны может быть неужели у меня закончилась нитка в шкульном колпачке сейчас посмотрим да представляете как быстро да видите как я вовремя заметила насколько я уже знаю свою машинку что я даже обратила внимание скорее на звуками на внешний вид того что происходит что не очень активная поэтому не большая посадка получается но посадка при стружке однозначно получается поэтому всегда нужно об этом помнить что нужно слегка больше отрезать вот я как раз и думала достаточно ли я сделала припуска и не придется ли мне у меня есть родная письма у меня есть всевозможные кружева которые мне очень хочется использовать попробовать попробовать куда-то поэтому мне проще с этим ой ну что-то с тканью которая внутри ой помним что можно поворачивать во все стороны в нашем случае я не знаю правил стежки например одеял когда это по строго заданному идет рисунку там какому-то я рассказывала о том как у меня происходит поэтому вы когда меня слушаете не забывайте что я говорю именно о своем о своем как это сказать варианте творчества когда я говорю как я применяю клейку да когда я говорю как я делаю стежку правильно неправильно приклеиваем краешки какие-то ой у меня еще хорошая идея есть баночки сделать но это если я успею у меня есть красивенькие маленькие стеклянные баночки и есть идея как сделать из них масенькие тоже такие игольницы для хранения в них сверху сверху иголочек внутри может быть какие-то мелочи еще и посмотрю если я успею в ярмарке это сделать можно будет снять и показать я уже давно делала игольницы может быть кто-то не видел моей игольницы я еще раз сделаю наполнен и слегка другой вариант это тоже интересно что-то а и 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 оверлок от оверлок но тем не менее лучше укрепить край лишний раз точно не помешает все последний как сказать рыбок стюшка все соединила стюшка все соединила в одну композицию как мне это нравится я прям не могу налюбоваться я имею ввиду саму технику такая интересная все таки техника и как чудесно что есть такая возможность придумать воплотить материалы всякие попробовать выйдут мои сидушки но они выйдут впереди наверное этих обложек конечно если кому то будет интересно тогда я буду там занята съемкой аппликации и тогда аппликация выйдет после уже тогда она будет после чем выйдут эти чехлы лакуся боже вы представляете она меня испугала как ты долезла сюда позади меня диван ну чтоб с него дотянуться вы представляете она долезла на краешек и висит нам нужно ставить еще отдельно одну видеокамеру показать всем как моя собака пытается ко мне залезть когда я не обращаю на нее внимания так все прохожу и прохожу слона чтобы слон наш выделялся так сначала сделаем глазки потому что нитка светлее чтобы не чтобы не чтобы не чтобы не как раз рядом, это придаст фактурности, но не забьет свет, понимаете, мне не хочется черным строчить, черным мне строчить точно не хочется своего слоника красивого, слегка пройти орнамент, никто даже не догадается, что слон был из кусочка, он просто очень удачный рисунок, очень удачные куски, поэтому так получилось очень удачно, хорошенько сделаю контур слоника, не по самому контуру, а рядом, это выделит саму фактуру слона, в данном случае мне нужно лучше скорость, посильнее так сказать, фух, все, я думаю все, сейчас я гляну ближе, не нужно портить, сделать равномерное поклонное, может покраслась, может не покраслась, все, достаточно, все, ребята, я иду гладить, ровнять и собирать, как бы это показать красиво, гляньте, какая красота, все, пошла делать следующую серию, добрый вечер, дотянула уже до вечера, это я гуляла на улице, по-моему у меня на голове какие-то кустики растут, ладно пусть растут, значит показываю, что я уже сделала, тесьма, я все выровняла и обработала тесьмой, тесьма это репсовая, я как всегда, Маша растерялся, минутку, а это вот такая у меня, видите, есть серебряная, есть золотая, вот я крутила, крутила, и сюда очень попросилась золотая тесьма, и ой, все падает уже ночь, господи, сколько время, хоть бы глянуть, сколько время, и вот мой слон, ой, простите, вот мой слон, тоже я обработала, изнаночка, эти ниточки я сейчас выберу, светленькие, обрежу лишние кончики, и мне осталось вымерять, завернуть, скрепить, чтобы это уже приняло форму обложки, тетрадочки мои, вот они, сейчас я все это обмеряю, вставлю, закреплю, застрочу, и показываю готовые, и завтра сделаю красивые фотографии, потому что освещение уже не очень, я уже такая вся сонная, у меня еще эпопея продолжается с ремонтом моих труб, всех моих, стану злого, всех моих смесителей экранов, и в общем-то у меня тут мелкий ремонт, мелкая поломка, и теперь мелкий ремонт, но это радует, что уже все практически подходит к завершению, у меня как заканчивается проект, у меня тут творится непонятно что, все, я сейчас ставлю на стоп, заканчиваю свои обложечки, показываю какие они красивые, сколола я свой блокнотик и решила показать, как это будет выглядеть, и сейчас еще подумаю, что я пришью на закладочку, потому как, ну мне кажется удобно, чтобы была закладочка такой веселый слоник, я бы конечно хотела, чтобы он был повернут в эту сторону, но такая картинка, такая картинка, какая была, такую я и оформила, все пошла все, все закончила, все сделала, очень красиво поставила, так меня выручает, 300 лет тому назад была куплена эта тесьма, и так она выручает, и кругом она подходит, очень красиво, такой большой рулончик, я даже не знаю сколько здесь метров, но ему 300 лет в обед, так уборку буду делать уже здесь наверное завтра, такую основательную, но эта тетрадочка видите, она с обеих сторон получилась такая похожая, очень люблю когда здесь глубокие завороты, можно положиться что угодно, да, квитанции, направления какие-нибудь, красиво, очень достойно смотрится и внутри, и снаружи, все, всем пока, спокойной ночи, подписывайтесь, заходите в гости на канал, ставьте лайки, тем кто ставит дизлайки, скажу, дизлайки тоже засчитываются как активность, как активность моего канала, поэтому спасибо за дизлайки, если комменты не понравятся, какое-то хамство, грубиянство и неуважение, я их удалю, все остальные, пожалуйста, милости просим, всем рады, делитесь в соцсетях, о, видите, доставала тесьму, оставила открыто, о, ну мы все слышим, мы все слышим, мы спали, спали и услышали, боже, какая ты лохматая, какая ты уже лохматая, она когда укладывается спать и натрется головой, обо все, все, спокойной ночи, заходите в гости на канал, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok